так продолжаем на чем прошлый раз остановились так складывание а вычисление абсолютных координат чтение координаты по x для окна для окна диай что-то все равно больно много весь экран занимает надо надо сделать так так api функции что ж тут api функции тут функции для работы с памятью для работы с памятью тут у нас структуры переменные структуры переменные здесь функции для работы со строками со строками для работы со строками вот это у нас называется базовые функции для работы с элементами то есть это у нас вот тут базовые общие а вот тут у нас будет как с окна но тут так уже получше что ж ой а не поняла почему раздвоилась а понял ай ай большими буквами пишу чтобы не сливалась большими буквами пишу чтобы не сливалась вот и вся программа так ну так на что на чем мы там остановились у нас есть функция которая складывает параметр 7 миллион с его всех родительских элементов где возвращать и отлично так теперь мы немножечко эту функцию оставим и разберемся с тем как вообще нам читать например вот координату окна по иксу что ж очень просто add di элемент а нет 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 первым делом необходимо найти последний элемент в элементе di это наше окно следовательно мы должны запустить функцию элемент lst после этого мы помещаем в к x property для окон text left то есть мы будем искать элемент вот с таким именем диа и уже заполнен и мы можем запускать функцию элемент print поиск элемента после того как мы нашли элемент с таким именем сейчас объясню немножечко пояснение по поводу вот этих всех манипуляций когда мы указываем какое-то окно вот допустим вот это у нас окно параметры находятся внутри поэтому для прежде а если мы начнем поиск поиск начнется именно с этого окна то есть начнет наверх поднимать поэтому мы находим сперва последний элемент внутри окна и производим поиск от него если здесь есть где-то в этом списке вот имя например лев он лев у нас называется то он вернет этот элемент в регистре di di надеюсь это понятно значит значит теперь мы должны будем проверить что он там нашел да и да и если не нашелся то выход если есть нам надо прибавить к этому адресу значение чтобы не знаю так можно или нельзя если че исправим потом и возвращаем все это дело так давайте посмотрим а в регистре ix он должен возвращать значит блин плохо 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 что точно никак не можем в регистре их свернуть блин ай-яй-яй плохо 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 будем блин по икс ладно пофиг сохраним по одному к x push да и push вроде бы другие регистры не трогаем pop di pop kx а здесь в таком случае мы должны возвращать в регистре ax и это и будет выход . что ж осталось один оператор red все вот так мы находим значение поле вы лев для окна что ж теперь нам нужно сделать то же самое для всех остальных элементов ай аккуратно копируем теперь лев топ топ полу игрек для окна ты и возвращает а x это чтобы потом нам не запутаться чтобы знать куда возвращает соответственно здесь текст топ далее ширину и и это вообще не нужно готово ну естественно что не обязательно было бы конечно столько кода записывать можно было создать универсальную одну процедуру но нам пока для отладки это будет даже удобнее удобнее и так теперь мы можем прочитать высоту ширину ширину координаты окна но нам этого недостаточно нам потребуется еще две дополнительные функции это абсолютные координаты по x для окна что ж как мы это будем осуществлять следующим образом и 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 Так, что ж, складывает параметр с именем SI, ага, значит нам нужно переместить в SI имя параметра, затем DI уже у нас заполнен и мы ищем все сумму параметров с заданным именем возвращает сумму прежде чем он вернет нам сумму, мы должны найти саму координату окна в регистр AX занести, мы это делаем запуском процедуры LEFT СПОКОЙСТВИИ СПОКОЙСТВИИ Теперь нам нужно прибавить AX,DI, результат поиска Блин, а в AX нам нельзя тогда вот эту штуку использовать ОК, PUSH, SI, PUSH, DI, DI, OP, SI, НЕБОЛЬШИЕ УТОЧНЕНИИ ОКОЙСТВИИ ОКОЙСТВИИ Ну, по AX он возвращает соответствующее значение вот это функцию 0 возвращает в крайнем случае это тоже 0 возвращает, если нет параметра, значит у нас AX ответ готов Что ж, абсолютные координаты слева у нас готова функция, которая вычисляет теперь нам нужна точно такая же функция для абсолютной координаты по верху, только вместо LEFT будет TOP ТОП 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 Что ж, по Y ТОП 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 Блин, ну что, всё, что ли, получается? Вот такой набор функций для очистки и подготовки места для рисования окна. Что ж, это видео получилось достаточно небольшим. Оно у нас рисует окно с определенными атрибутами. А, для атрибутов не сделал. Ха, забыл, забыл. Давайте сделаем для атрибутов тоже. Ага, читает атрибуты окна DI, возвращает. Что он там должен у нас возвращать? А, в регистре АХ. Это он должен аккуратно исключительно в регистре А и Х возвращать. А и Х. Давайте напишем. В таком случае мы остальные регистры не трогаем. АЛ мы не трогаем, возвращает в АХ. Всё правильно. Так, вот как-то так. Вот как-то так. Что ж, теперь полный набор функций для очистки окна. Ну и тогда мы в следующем видео уже... Да хотя, в принципе, чё тянуть резину, прописать сразу. Функцию для... Нет, она слишком большая. Теперь мы отладим вот это всё дело, а потом вот эту функцию пропишем непосредственно в вырисовку текста. А протестировать можно на атрибутах, то есть будут такие квадратики. Несколько окон создадим. Отладим всё это дело. Так, ну вот наша программа. Блин, да почему же она это открылась? Так, пишем структуры и переменные структуры. Вот. И можем приступить уже непосредственно к визуализации. И небольшой отладки. Как только у нас... Мы отладим функцию зачистки места для рисования окна, мы пропишем сразу рисование в этом окне текста, который мы будем редактировать. Там курсором займёмся. Потом мышку подключим. Перетаскивание окон. Перемещение окон. Клавиатуру подключим, чтобы можно было редактировать текст. И вот в ближайшее время мы пока сам интерпретатор трогать не будем. Редактор доделаем. И потом у нас будет возможность писать программы прям сразу же в этом редакторе и выполнять их. Соответственно получится среда разработки. Естественно, сделаем подсветку. Там отладчик, чтобы видеть значения переменных тоже в окне. Всё как положено. Полный комплект. Среда разработки. Весить всё это будет очень мало. Работать будет очень быстро. Кстати, по поводу имён элементов. Сейчас мы идём, поиск ведём, учитывая, используя функцию для сравнения строк. Вот она. Но вообще, вместо названия элементов у нас будет словарик и там будет просто код. То есть не будет имена. То есть поиск элементов ускорится во много раз. Там, не знаю, где-то раз в сто, наверное. Так что работать всё это будет очень шустро. Что ж, практически всё готово. Короче, сделаем не хуже, чем Turbo Pascal Borland 7. Или какой там полный комплект. Ладно, до следующего видео. В нём уже начнём отладку.